всем привет начинается серия видео которым многим поможет проснуться и возможно жизнь многих людей поменяется после этого посмотрите до конца все серии и вы увидите насколько ваша жизнь может измениться приятного просмотра только бог заслужил славу только он достоин этой славы каждый человек на этой земле на этой планете грешен я не знаю не буду разбираться кто там прав в этой украине кто не прав у меня есть люди как на которых я подписана подписана я с удовольствием смотрю ролики на украинском хотя я не понимаю украинский но так интуитивно они есть многие слова которые похожи на русском я понимаю вот такие ребята и много таких есть я не буду яс разбираться кто прав кто не прав люди они везде люди хотят жить хотят воспитывать детей жить нормально но не все конечно есть некоторые которым надо удовлетворить себя и неважно какой ценой они себя удовлетворят мать и если мы не будем говорить об этом дорогие не подумайте что вместо вас выйдет ваш сосед или выйдет я не знаю вася ваня еще кто-то каждый человек должен думать о завтрашнем дне своих детей каждый в ком осталась в ком осталась капля разума капля разума если осталась то выходите заявить о себе заявите что так не должно быть что в мире должно быть больше доброты больше милосердия в мирное время в странах где не него не ведется война погибают люди и не просто люди а дети погибают детей воруют на органы продают насилуют младенцев не важно такой без такой беспредел делается в мире что просто ужас кто будет вместо нас это делать объясните мне пожалуйста что мы оставляем после себя какое мы наследие после себя оставляем что думаете что те которые находятся у власти никто они люди которые у них совесть есть они никогда наверное и и не имели эту совесть опознав вкус беспредела вкус крови вкус вкус насилия они пошли этой дорогой и у них есть начальники над ними который хочет весь мир совратить и сейчас на данный момент я хочу сказать пришла к такому завершению можно сказать я скажу что есть враг враг человеческих душ и когда я говорю что у человека что-то должно быть голове чтобы он делал всякие беспределы и безобразия то это этот враг и работает с душой человека с мыслями человека он внушает человеку что тебе надо вот это что у тебя до счастья вот это не хватает тебе для полного счастья мало спать с твоей женой тебе надо с мужиком поспать чтобы ты такие и чувствовал так сказать ощущение которое ты никогда не чувствовал может ты захочешь может он захочет он внушает и этому большому большому такому начальнику в кавычках имя сатана и дьявол это ангел вы его видеть не можете и никто его не может видеть но беспредел его очень очевиден вы извините что тут не улыбаюсь мне просто не совсем не до улыбки враг человеческий душ не дремлет и не спит он постоянно делает что-то чтобы разрушать вокруг нас все он до он хочет все разрушать разрушать страну разрушать семьи разрушать жизнь наших детей нашу собственную жизнь разрушить вот что он хочет и мне сейчас не интересно верите вы это вы или нет верующий вы или не верующий это не зависит от на от нас с вами мы верим в это или не верим это происходит и на и это и в этом виноват сатана и в этом виноваты люди которые дают ему это право у нас есть выбор у нас есть выбор мы можем поступать по совести можем сказать это неправильно у каждого человека есть совесть даже если он не верующий бог дал человек совести совесть там когда мы что-то говорим не так мучает совесть по крайней мере она когда-то была у всех потом мы постепенно постепенно шли на компромисс и все что то есть такое что не должно быть и неприемлемо это человек который родил ребенка мама допустим семье родился ребенок инстинкт даже животные заботятся о своих детях почему человек так деградировал что он способен так на такое объясните мне пожалуйста что должно было случиться что подача то он дал повод недостаточно быть иметь то что ты имеешь для полного счастья надо вот в этот извини за выражение дерьмо залезть надо еще вот сюда залезть вот чтоб тебя как хорошенько без вазелина простите за выражение на мой французский или чтоб ты кого-то и вот это вот все вот это просто ужас и есть бог есть выбор и выбор этот за нами и вместо нас этот выбор никто не будет делать выбирайте жизнь выбирайте правильные ценности жизнь она измеряется не только мимолетной похотью я не предъявляю претензий сейчас к тем кто выбрал такой путь они перед богом ответят за свою жизнь они даже раньше чем они ум как сказать и раньше чем они уйдут они поймут что неправильно делали потому что никто не рассказывает и начало когда начинается эти взаимоотношения никто не рассказывает чтобы выходит прямая кишка и так далее там подобные сети ужасы и подробности как моя дочка любит гореть масштаб катастрофы никто не рассказывает про все эти извращения а это приходит в осознание когда уже слишком поздно и может получиться так что человек ушел из жизни хотя мог еще жить и радоваться жизни я призываю вас сделать правильный выбор у вас есть выбор друзья вас есть выбор